Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Начнем с международных новостей. Президент России Владимир Путин отменил с 15 мая 2023 года визовый режим для граждан Грузии. Глава российского государства также отменил запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Кроме того, граждане Грузии могут въезжать в Россию без оформления визы на срок до 90 дней. МИД Российской Федерации отменяет рекомендацию для россиян воздержаться от поездок в Грузию. Прямое авиасообщение Российской Федерации с Грузией восстанавливается. Комментарии на этот счет скоро будут по линии Минтранса Российской Федерации, отметили в МИД. Решения президента Российской Федерации идут в русле подхода Москвы об облегчении условий общения и контактов между гражданами России и Грузии добавили в МИД Российской Федерации. Между тем, президент Грузии Солома Зарубишвили призвала власть созвать совбез для обсуждения визового режима для россиян. Она считает, что отмена России визового режима для Грузии вызовет политическое напряжение в республике. С 10 по 30 мая в вооруженных силах Абхазии под руководством министра обороны проводится оперативный сбор с командирами соединений воинских частей и их заместителями, сообщает пресс-служба Минобороны. Основной целью оперативного сбора является повышение уровня профессионально-должностной подготовки командного состава, их способности и готовности решать боевые задачи в условиях современных и перспективных боевых действий. В основе подготовки спланированы практические занятия, групповые упражнения на фоне постоянно развивающиеся оперативной обстановки в оперативно важных районах Абхазии, отмечается в сообщении. Более 50% занятий будут проводиться на полигонах и незнакомых участках местности. О правонарушениях. 2530 нарушений правил дорожного движения выявили сотрудники ГАИ за прошлую неделю. Из них 88 за нормы тонирования автостекол. 163 водителя привлечены к административной ответственности за управлению автотранспортным средством в нетрезвом состоянии. Снова контрабанда сигарет на ПСО. 9 мая на таможенном посту МАП Адлер Краснодарской таможни в ходе таможенного и пограничного контроля был остановлен автомобиль ВАЗ-2106, прибывший из Абхазии. При досмотре в машине была обнаружена табачная продукция, сокрыта от таможенного контроля. Сигареты находились в проемах передних дверей автомобиля и под обшивкой сидений в салоне. Из тайников было извлечено 300 пачек сигарет Чапман без российских акцизных марок и специальной маркировки. Незаконно перемещаемые товары и автомобили изъяты, возбуждены дела об административных правонарушениях. Благотворительный фонд Абхазии при финансовой поддержке члена попечительского совета фонда Станислава Анатольевича Казакова привез в Дарочемчирскому району 200 комплектов детских футбольных форм и 100 мячей. Подарки были переданы руководству района. Фонд Абхазии также на протяжении шести месяцев будет выделять одну тонну топлива в месяц на проведение чемпионата Ачемчирского района среди школьников 2013-2014 годов рождения. В чемпионате принимают участие 20 команд. Помощь была оказана при содействии депутатов парламента Абхазии Венори Бебе и Батала Джопо. В Абхазии смогут производить свою брынзу. У технологов агроинженерного факультета АГУ прошел мастер-класс по изготовлению брынзы под руководством международного эксперта Стояна Врачева при поддержке проектного офиса продовольственной и сельскохозяйственной организации в Сухоми. На мастер-классе побывали и наши корреспонденты. Репортаж Марьяны Котовой. Оно становится более плотным и отличается от самого цельного молока изначально, когда оно было. Молоко нагрели до 43 градусов, засыпали закваску для его ферментации, оставили на час. Так проходит первый этап приготовления брынзы. Сыра, который не является традиционным абхазским, но при этом имеет хорошую рыночную перспективу. Проектный офис ФАО передал в дар агроинженерному факультету Абхазского госуниверситета оборудование для производства сыра. Это стол и, собственно, сыроварня. В настоящий момент при поддержке проектного офиса ФАО в Сухоми проходит мастер-класс международного эксперта Стояна Врачева для студентов-технологов по изготовлению брынзы. Такие мастер-классы имеют особое значение, так как у студентов есть возможность углубить свои знания в области сыроварения, а также поучиться у лучших международных экспертов. Опыт международных экспертов, а также практическое обучение принесут пользу их будущей карьере, а также помогут продвигать устойчивые методы ведения сельского хозяйства в Абхазии. У студентов была уникальная возможность на практике разобрать все этапы производства брынзы, задать интересующие вопросы, узнать о том, как небольшие изменения в процессе могут повлиять на конечный продукт. Сейчас обычным ножом разрезаем сгусток на кубики приблизительно в районе 2-3 сантиметров на глаз. Но это делаем достаточно спокойно и нежно, не повреждая сам молочный сгусток, потому что тот сыр, который мы делаем, он от этого... Не надо получиться сырный порошок. Эксперт, имеющий многолетний опыт работы в молочной промышленности, поделился ценной информацией и знаниями о процессе производства брынзы. А наличие оборудования позволит учащимся АГУ отработать все эти тонкости. Ну, у нас все традиционно делают в домашних условиях молочную продукцию, но любая дисциплина, она имеет как бы научный уклон. Здесь все как бы на высоком уровне. Во-первых, здесь мы видим специалиста высокого уровня, который нам показывает международные стандарты, то, что производят во всем мире, общие стандарты. И, конечно же, мы тоже хотим производить молочную продукцию такого же качества. Мастер-класс длился весь день. Ведь от момента закваски с сыра до укладки его под пресс проходит несколько часов. Под прессом брынза должна находиться строго определенное время. Ровно столько, чтобы кислотность не превысила предельно допустимых значений. Степень готовности проверяют лабораторно. И сейчас отчитаем, было на 7, сейчас 8 и 6. Получается 16 делений разницы. Это 16 кислотат, типа термин. И сейчас нужно ждем. Два часа кислотность будет до 50-70, и тогда мы и порежем. Несмотря на богатую историю сыроделия, в Абхазии нет отработанного технологически процесса варки сыра. Но с развитием экономики и производства могут понадобиться специалисты и в этой отрасли. Благодаря помощи ФАО сегодня АГУ может выпускать специалистов, готовых организовывать и контролировать процесс производства сыра промышленных объемов. Марьяна Котова, Турник Амичба, Абаза ТВ. Ректорат, профессорско-преподавательский состав и студенты Абхазского государственного университета поздравляют заслуженного работника Высшей школы Республики Абхазия, кандидата философских наук, почетного профессора АГУ Константина Думаа с 85-летием. Более 50 лет вы работаете в нашем вузе, посвятив свои лучшие годы воспитанию национальных кадров, одновременно совмещая это с научной деятельностью. В этот замечательный день мы выражаем восхищение исключительными чертами вашей личности, благодаря которым вы снискали почет и уважение среди коллег и студентов. Вы тот человек, который подает пример жизнелюбия, бодрости, оптимизма. Рада отметить, что свой юбилей вы встречаете по-прежнему преданным делу высшего образования, науке, принципиальному, полному творческих идей и планов. Отмечается, в частности, в поздравительном адресе. 10 мая могло бы исполниться 85 лет со дня рождения известного абхазского художника графика Терриэла Ампар. Один из выпусков проекта «История одной картины» Эльвира Арсалина Абаза ТВ был посвящен серии «Махаджир», основанной на сюжете романа Баграта Шинкуба «Последний из ушедших». Терриэл Ампар – известный абхазский художник, живописец, график. Он относится к поколению художников 70-х годов прошлого века. Терриэл – удивительно интересный художник, который в своих работах всегда обращался к своей исторической памяти. Но это всегда работы, которые не иллюстрация каких-то исторических событий, не реконструкция, а, скорее всего, свое отношение к этим событиям. Это притчи и новеллы, которые существуют на стыке мифов, на стыке историй, на стыке своих каких-то глубоких переживаний. Сегодня представленная здесь работа Терриэла Ампар, его серия «Махаджиры», она основана на сюжете исторического романа Баграта Шинкуба «Последний из ушедших». Терриэл Ампар создает эту работу под впечатлением этого романа. И удивительно, что язык литературный Баграта Шинкуба и язык художественный Терриэл Ампар удивительным образом сплетаются и сочетаются. Потому что это образы, это обрывки памяти, которые всплывают в рассказе самого героя главного романа Зурхан Сулака. Проект «История одной картины» из архива База ТВ смотрите после выпуска новостей. Печальная весть. Ушел из жизни Иван Шаибович Цужба, кандидат исторических наук, доцент АГУ, кавалер ордена Гдзапша третьей степени. В разные годы работал ответственным секретарем Абхазской республиканской организации общества знания, референтом Абхазского обкома партии и старшим референтом Верховного Совета Абхазии. С 1995 по 2013 годы Иван Цужба был старшим референтом по государственным наградам при президенте Абхазии. Иван Цужба является автором монографии «Добровольцы Отечественной войны народа Абхазии. О праве нации или народов на самоопределение проблемы независимости Абхазии». Сборник очерков «Национальный вопрос» в России. Ректорат АГУ, профессорско-преподавательский состав и студенты исторического факультета выражают искренние соболезнования семье, родным и близким покойного. Продолжаем выпуск. В пятницу 12 мая в Сухуми состоится открытие документальной фотовыставки, посвященной 130-летию Нестора Лакоба, первого главы правительства Абхазии. Мероприятие состоится по адресу улицы Лакоба, 32. В рамках Дней культуры Южной Осетии в Абхазии 1 июня на сцене Абхазской государственной филармонии выступит Государственный ансамбль Южной Осетии «Симт» имени Бориса Галаева, который в этом году отмечает 85-летие со дня присвоения ему звания Государственного ансамбля Республики Южная Осетия. Легендарная пьеса абхазского драматурга Шота Чкадо «Кто из нас глухой» актуальна во все времена. Ее можно назвать зеркалом времени, заставляет и смеяться, и задуматься. 23 мая на сцене Абхазского драматического театра «Комедия «Кто из нас глухой» в постановке заслуженной артистки Республики Абхазии Мадина Аргун. 14 мая Государственный русский театр драмы имени Фазилия Скандера покажет спектакль «Солярис» Станислава Лема в постановке Артема Устинова в рамках фестиваля «Ломоносов фест» в Архангельске. На сцене Архангельского театра драмы имени Ломоносова. Фестиваль «Ломоносов фест» организован при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Документальный фильм «Поиск» режиссера Дмитрия Статейнова включен в шорт-лист кинофестиваля «Крымдок» и «Вечный огонь», который проводится с 14 по 19 мая, сообщил Абсный пресс руководитель военно-мемориального проекта «Возвращение имени» и соавтор фильма Григорий Скворцов. Фильм посмотрели уже более 500 тысяч зрителей. Уроженец Абхазии Сухумец Ливан Пхаладзе, студент Московского государственного института культуры, студент народной артистки России Ларисы Долиной, недавно с успехом выступил в телевизионном шоу «Музыкальная интуиция». Аппарат Уполномоченного по правам человека в Республике Абхазии объявляет конкурс на замещение вакантных должностей юриста по работе с обращениями граждан, юристов, экспертов Аппарата Уполномоченного с опытом работы. Резюме отправлять по e-mail. ombudsman.absne.sobaka.gmail.com Справки по телефону плюс 7 940 920 90 90. Спортивный анонс. С 12 по 17 мая в пяти районах Абхазии пройдут спортивно-развлекательные мероприятия, организованные совместной программой Европейского Союза и ООН по развитию сельских территорий при поддержке районных инициативных групп Гагрского, Гудаутского, Чемчирского, Ткварчалского и Галского районов. Спортивно-развлекательные мероприятия будут проводиться на городском стадионе каждого из районов. Участников и гостей ждут эстафетные соревнования, музыка, анимационное шоу, закуски и напитки. Итоговые соревнования между командами и победителями состоятся 1-2 июня в городе Ткварчал. В завершении выпуска прогноз погоды. В четверг 11 мая в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями ночью и до полудня, местами коротковременный дождь, гроза, туман, атмосферное давление повышенное. Температура воздуха ночью 8-13, днем 13-18. Температура морской воды 14 градусов. На этом пока все за развитием событий. Следите вместе с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин